Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В Карачаево-Черкесии от коронавируса появились более 30 тысяч человек. Первая партия вакцины EpiVac Corona в количестве 810 доз уже поступила в республику, и она определена между медицинскими учреждениями. В Адыгихабльскую районную больницу поступило 50 доз. О том, как проходит вакцинация, в районе узнавала Фатима Даурова. Утро участкового терапевта Адыгихабльской поликлиники Залины Аргуновой начинается со стандартного приема пациентов. Только в последнее время их число увеличилось за счет тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса. Каждый день от 5 до 7 человек проходят консультацию и предварительный осмотр в кабинете терапевта перед вакцинацией. Люди преклонного возраста, они боятся прежде всего то, что у них хронические какие-то обострения будут, хронических заболеваний. Поэтому сначала беседуем, после беседы, если все нормально, противопоказаний нет, то идем на вакцинацию. Наверное, от 45, может, и старше приходят. Приходили даже, дедушка приходил, 91 года, тоже сделали прививку в два этапа, прошло все нормально, слава богу. Галина Михайловна Кятова сегодня пришла сделать первую прививку. Решение вакцинироваться пришло после того, как она стала свидетелем протекания болезни у членов семьи. Проходить самой через прелести короны не захотела. Решилась. Смотрю, все вакцинируются. Думаю, дети у меня переболели, они сейчас ждут, когда можно будет. А я не болела, думаю, пойду. Вот и все. Не страшно делать прививку? Ничего страшного. Что будет, то будет. В своей очереди на осмотр к терапевту, а затем, если не будет противопоказаний на прививку, ждут люди в тени раскидистого дерева. На свежем воздухе здоровее и предпочтительнее выстаивать очередь. На сегодняшний день в районе провакцинировано более полутора тысяч человек. Медики отмечают, что эффект сарафанного радио противников вакцинации среди населения играет отрицательную роль. Приходится очень долго проводить беседы с пациентами для того, чтобы они провели вакцинацию. Объяснять, что ничего страшного, никаких страшных побочных действий не бывает. И достигаем каких-то определенных успехов, конечно, в этой работе. Фатима Жирова из тех врачей, которые приняли на себя удары первых двух волн. Она, как никто другой, знает всю тяжесть этой болезни. И поэтому сразу же без колебаний привилась сама в числе первых. Провакцинировалась одна из первых сотрудников нашей больницы. Все как положено. Первый этап прошла и второй этап вакцинации. Первый этап вакцинации перенесла довольно-таки неплохо. Ну, отмечалась небольшая температура. Второй этап вакцинации прошел практически без каких-либо проявлений. Относительно все удовлетворительно. И проверила кровь на антитела. После второй вакцинации, через 30 дней, у меня антитела 16,79. Я считаю, что это очень хороший результат. Врачи призывают население вовремя сделать прививку и обезопасить себя, особенно тех, кто находится в группе риска. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и лиц пожилого возраста, которые довольно тяжело переносят проявления ковида. Фатима Даурова, Рашид Тока. Вести Карачао-Черкесии. Адгихабльский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 113 человек. Из них 19 916 выздоровели. 125 человек госпитализированы. Вдохнуть свежий воздух Архиза, увидеть, как развивается туризм в Карачао-Черкесии. Такая возможность выпала участникам стратегической сессии из 85 экспортных центров России. На ней они рассказали об итогах деятельности в данном направлении экономики за первый квартал этого года и о поддержке, которая будет оказана участникам в этом направлении бизнеса. Альбина Ламкова продолжит тему. Для человека, задействована в другой области, обсуждаемая тема наверняка будет скучной. Но для стратегов сессии здесь важен каждый пункт, а ответственность громадная. Представители экспортных центров регионов России участвуют в большом деле. Развивают экономику своих регионов, которая в итоге дает опору в процветании нашей большой страны в целом. Обсуждение новых проектов предполагает сформировать эффективную инфраструктуру в поддержке экспорта. На практической встрече разбирают комплексные услуги и формирование предлагаемой цены так, чтобы это было выгодно обеим сторонам. Прогадать в этом деле, как и в любом другом, нельзя. Нужно найти верный способ привлечения клиентов, уверен руководитель Центра поддержки экспорта Смоленской области. Важно, когда компания, приходя за поддержкой, получает не просто дискретную услугу, а прямо в комплексе весь спектр государственной поддержки, необходимый для выхода на зарубежные рынки. От создания конкретного экспортно-ориентированного продукта и до заключения экспортного контракта. В ходе стратегической сессии участники работают в команде. Сфера у всех разная, но цель одна – создать новые предложения для предпринимателей, которые помогут реализовать выход наибольшего количества компаний на экспорт. Для этого им создают выгодные условия. Тематика нашего круглого стола – это выставочные ярмарочные мероприятия. В рамках этой комплексной услуги мы оказываем ряд дополнительных услуг. Это и подготовка коммерческого предложения, и доставка образцов продукции. Сто процентов все услуги для клиента бесплатны. В Соседней Адыгеи, как и в нашей республике, развивается туристический бизнес. На их территории в планах строительства первой очереди канатных дорог. Так, руководитель Центра поддержки экспорта Республики Адыгеи лично убедился, что у Карачаева-Черкесии в этом направлении и есть успех. Архиз впечатляет. Впечатляет именно погода, воздух. И увидел, как можно развивать горно-туристический бизнес, комплекс. Воочию вижу, что здесь у вас уже на очень высоком уровне инфраструктура туристическая. Поэтому есть куда стремиться нам, как соседям. Чередуя работу с восхищением и созерцанием от природы в Архизе, участники стратегической сессии из 85 субъектов России наглядно убедились, как нужно развивать туристическую сферу. На подведении итогов деятельности Центра поддержки экспорта, его участники выработали четкие задачи и нашли решения, ответы на многие вопросы, которые в будущем дадут возможность более эффективно работать со своими потенциальными или состоявшимися клиентами в зарубежных странах. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, небольшой дождь, температура ночью плюс 7, а днем плюс 14. А в горах пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью 4 градуса выше нуля, днем 10 градусов тепла. В Черкесии переменная облачность и без осадков. Температура ночью плюс 9, днем 17 градусов тепла. Продолжаем выпуск. С 2004 года в Карачаево-Черкесии осуществляет свою работу, свою деятельность Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В Думе правительства под председательством премьер-министра республики координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Аслана Озова были рассмотрены вопросы о состоянии производственного травматизма на предприятиях Карачаево-Черкесии. С докладом на эту тему выступил руководитель государственной инспекции труда Борис Байрамкулов. Также был заслушан доклад начальника управления государственной службы занятости населения Хизира Кумукова о ситуации на рынке труда. По его словам, ситуация планомерно стабилизируется. Завершилось заседание вручением дипломов победителям конкурса детских рисунков и сочинений на тему охрана и условия труда в процессе трудовой и учебно-воспитательной деятельности. По Дворце культуры Черкесии состоялась праздничная церемония награждения лучших тружеников в Карачаево-Черкесии. В центре внимания были работники лесничеств, сферы строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, операторы котельных, электрики, трактористы, комбайнеры и многие другие. Альбина Курочинова-Кенжева с торжества. За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство почетными грамотами были награждены лучшие работники различных отраслей жизнеобеспечения республики. На мероприятии говорили, что майские праздники – это напоминание о том, что все граждане – единое целое, все трудятся во благо Карачаева-Черкесии. Трудно переоценить тот вклад в развитие нашей страны, развитие нашей малой родины, который вкладывается руками людей и любви труда. Во всем мире трудящиеся объединялись в солидарности за мир. Всем нам нужно мирное небо над головой. Это самое главное – труд. Я желаю, чтобы у каждого человека был достойный труд, достойное рабочее место, чтобы у вас были достойные заработные платы. Министр промышленности и торговли республики Мурат Аргунов и министр сельского хозяйства Анзор Баташев поздравили виновников торжества. В своем выступлении говорили, что признательны за труд и огромный вклад в развитие региона. Сегодня в этом зале будут участвовать те люди, которые вносит большой вклад в развитие нашего региона, в развитие тех, которые мы находимся. Сегодня с этим праздником я хочу поздравить вас всех, пожелать вам хорошего здоровья, хорошего настроения в студии и побольше вырубиться в гражданстве. Мы доказали, что это работает, и все, и граждане, и граждане, и граждане. В принципе, только что мы хотим, чтобы у нас заплаты среди зарплаты. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы дома получили достаток, чтобы нет, без занятия понимания. Фатима Братова – слесарь-сборщик ООО «Кавказпакет». Работает на предприятии с 1988 года. Раньше их предприятие именовалось как «Всероссийское общество слепых». Фатима гордится своей работой и желает всем процветания. Работаю я слесарь-сборщиком. Собираю прищепочки, иногда выпускаем аппараты. Прищепочки у нас красивые. Очень хочется, чтобы у нас была работа побольше, чтобы возможность была зарабатывать. Завершилось мероприятие красочным концертом талантливых исполнителей республики. Альбина Курочинова-Кенжева, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия. В научно-исследовательском институте при правительстве Карачаево-Черкесии состоялась презентация научных работ сотрудников института. По словам руководителя Рамазана Тхагабсова, это настоящий праздник, колоссальный прорыв, ведь результат работы учебного ученого – изданная книга, что в условиях пандемии сделать было сложно. Он поблагодарил Министерство образования и науки республики за поддержку. Все книги прошли апробацию, и труды станут полезным инструментом не только педагогическим работникам, но и широкому кругу читателей. Все работы основываются на фактах, на первоисточниках. Сотрудники во главе с руководителем института надеются, что такие праздники станут обыденностью. У нас радостные события, и то, что касается наших сотрудников, мы сегодня можем показать результаты нашей работы за прошлый год. Несмотря на всю ту сложность, которая была в прошлом году, все знают, но нам удалось все-таки издать шесть монографий за счет института и три монографии за счет собственных средств авторов. Такого количества за один год у нас не было, можно сказать, никогда. в истории института, потому что это очень дорогое, такое дорогое удовольствие. Конечно, это все благодаря нашим ученым, за что им огромное спасибо. Это показатель того, что потенциал у нашего института очень высокий. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Паромщица». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok